Всем привет! Я опять вещаю из примерочной магазина Zara. Честно говоря, я не собиралась вообще снимать, не планировала. Даже камеру с собой не взяла, снимаю на телефон. Я хотела просто походить, посмотреть, я ищу себе новые джинсы. Но зашла в Zara, а здесь столько новых новинок. Ну, просто... Итак, первый образ, который у меня получился, достаточно летний. Хотя на весну, я думаю, тоже подойдет. Такая вот рубашка с открытыми плечами. На мне размер S, но она как-то большая. Вот эти вот бретельки, я вообще их не понимаю, они ничего не держат. Потом идет юбка мидии, катоновая. Кстати, рубашка катоновая тоже. Здесь есть пояс в стиле 80-х. И вот такие вот туфельки-лодочки с открытой пяткой. Вот. Туфли удобные. Мне они понравились, но они, правда, не кожаные. Вот синтетика. Сам образ красивый, такой элегантный, культурный. Напоминает мне кинофильм красотка. Не знаю почему. Но, как я уже сказала, рубашка вообще как-то непонятно. Видите, у нее такие рукава длинные. Их можно подкатать, вот как я сделала бы здесь. Но оно так неудобно получается. Пережимает вот руку, когда поднимаешь. Ну, как-то не то. Еще здесь нет пуговки. Вот. Хотя в целом все смотрится красиво. Мне понравилась юбка. Котоновая. Здесь нет карманов. Она тонкая, такая легкая. Действительно весенне-летние цветы. Но цена у нее 70 франков. Я считаю, что за такой юбки это многовато. Вот. Второй китовбрас. Все та же рубашка. Вот. Ну и джинсы. И туфельки. Вернее, это мюли. Здесь есть еще спереди такая прозрачная полоска. Надеюсь, вам ее видно. Вот эти вот туфельки мне понравились. Кстати, все они такие удобные. По поводу джинсов. У них высокая посадка. Но они плотные. На мне 36 размер. Они такие плотные. Сама ткань плотная. И очень сильно в облип. Я как-то не хочу такие прям сильно в облип. Хочу, чтобы они были прямые, такие свободные. Но тоже, в принципе, в целом неплохо получилось. Вот. Мне нравится фасон этой рубашки. Но как-то вот эта вот претелька, ну, абсолютно непонятно. Если бы чуть-чуть по-другому было. И как-то ее вот перекашивает вот в сторону. Видите? Вот туда, влево увозит. Непонятно. В общем, такой вот второй образ. Вот эти вот мне люли понравились. Они тоже не натуральные, не кожаные. Но я думаю, может взять себе. Покажу вам вещь, которую умерю в первый раз в жизни. Это вот такой вот полупрозрачный бомбер. На мне размер N, но я думаю, что мне нужен S. Потому что он прям, ну, большой. Видите? Он в такую клетку полупрозрачную тоже ткань. Но что-то похожее на органзу кармана. Он прям новый-новый. Потому что вот даже на замке есть еще белая защитная бумага. Следующие джинсы. Они тоже высокие. Вот они мне понравились. Они такие прямые. Не длинные, но фокуса нет. Но на мне размер 36, и они большие. Вот здесь вот прям, смотрите, еще одну меня можно засунуть. Хотя эти джинсы мне понравились больше, чем предыдущие. Надо померить 34 размер, как они будут сидеть. Девчонки, появился у них твитовый белый пиджак, от которого я просто без ума. Он очень красиво смотрится. Такого не чисто белого, а белокремового цвета. Золотые пуговицы. Здесь есть карманы, но, скорее всего, это обманки. Он закрывается на одну пуговицу. На мне размер S. Но, как вы можете видеть, он большой. Мне надо пробовать XS. Что-то я никак не могу угадать в свой размер. Потом все те же джинсы. И новые туфельки. Рязно-розового цвета. Она тоже, вот видите, пяточка открыта. Но я не знаю. На вид они как бы замшевые. Но я не знаю, это замш или ткань такая. Но они подороже, чем вот эти вот. И тоже, вот смотрите, очень красивый, элегантный и стильный образ получился. Вот этот вот пиджак. Он мне безумно понравился. Он шикарный. Элегантный, классический, стильный. Но надо только размер XS померить. И что касается по цене. Помните, в предыдущем видео из магазина Zara я вам показывала такой голубой оттитовый пиджак. Ну, этот мне, во-первых, нравится больше. А во-вторых, он дороже. Цена его 130 франков. А вот тот голубой, если мне не изменяет память, он, по-моему, или 80, или 90 стоил. Ну, короче говоря, до 100. А вот этот вот, ну, он просто великолепный. Честно говоря, мне сегодня все образы нравятся, как я так все удачно и хорошо все сочетаю. Жалко только, что кошелек не резиновый на все это. Но пиджак обалденный. Обалденный. Здесь вот такие твердые поролоновые подкладки на плечи. Однозначно буду мерить в XS. Однозначно. Девчонки, покажу вам сейчас обалденное платье, без которого я просто не хочу отсюда уходить. Это вот такое вот катоновое летнее платье. Смотрите, какие здесь шикарные рукава. На мне размер S. Превосходно села. Вот здесь есть шов под грудью. Вот видите, оно как бы от груди идет. Красивое. И расцветка такая. Оно короткое. Вернее, я бы даже сказала, мини. На спинке есть вот здесь вот резинка. Оно великолепное. Оно мне так понравилось. Боже мой, ну все, я больше не буду к заму заходить. М-м-м, не а. Продолжение следует. Mm-м, я учу?